В конце августа в стране стартовал месячник безопасная железная дорога. Его цель предупреждения травмирования детей. Сегодня у нас в гостях заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по территориальному управлению Евгений Ананьин. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем все-таки обоснован интерес к данной теме? В целом по Горьковской дороге с начала года уже травмировано 121 человек. При этом 83 человека были травмированы смертельно. Конечно, это заставляет задуматься, при том, что 16 из этой статистики – это дети. 16 детей травмировано, 7 детей погибли. Если рассматривать вопрос, почему нас особо интересует детский травматизм, хотя по статистике он гораздо ниже, ну, наверное, потому что это наименее защищенный слой населения, да, так сказать. Дети, они не представляют ту угрозу, которая может исходить от того, что они видят рядом. Поэтому мы и наметили вот этот месячник. Он всероссийский. Руководство компании определило даты с 20 августа по 20 сентября, чтобы охватить до начала первого дня учебного года, провести профилактическую работу, нацеленную на предупреждение и на ознакомление детей с рисками и опасностями, которые могут возникать вблизи железной дороги, так и на ней самой. Сегодня был первый урок безопасности для школьников. Как он проходил? Я хочу сказать, что заметно, что дети отдохнули за эти три месяца каникул. Конечно, это дает о себе знать. Та определенная дисциплина, которая вкладывается в течение учебного года, она сейчас у нас маленько снижена теми прекрасными днями, которые были проведены в теплое время года. Но при всем при этом хочу сказать следующее, что дети, когда впрямую с ними проводишь общение, когда доносишь до них риски и угрозы, когда просто объясняешь, какие могут быть последствия от того, что они нарушают правила безопасности нахождения на ЖД-путях, они вполне рассудительно это воспринимают. Они принимают, они не отрицают. И самое главное, им интересно. Вызывает, конечно, у детей интерес, когда рассказываешь о той инфраструктуре, которая находится вблизи железнодорожных путей. Это наши провода, устройства, светофоры. И в процессе вот этого рассказа показывается, а вот здесь безопасно, здесь безопасный проход. Да, вот посмотрите, специальный, как мостик, пешеходный переход сделан. Вот тут у него сигнализация. Детям все это интересно, живо. Они через него переходят. Действительно удобно. Никто об рельсе не запинается. Есть у них интерес, есть понимание. Самое главное, вот то, что в детях просыпается, у них чувство самосохранения есть. И оно в детях, оно развитое. Наверное, в большей степени, чем у взрослых. Да, иногда так не кажется. Это потому, что мы, взрослые, иногда сами подаем неправильный пример. Вот посмотрите, любой рейд, даже вот сегодня, как взрослые себя ведут на путях. Они не обращают внимания, что рядом с ними дети. Они переходят в неустановленном месте, они сами берут детей за руку и ведут их переходить через дорожные пути в неустановленных местах. И потом говорят, что так никогда не делаете. Правильно. А потом пытаются доказать, что так делать нельзя. Конечно, показывая неправильный пример детям, в итоге мы сами провоцируем детей на элементарные нарушения. Ну и потом, тот риск, который мы с вами имеем, он сегодня становится все сильнее, ввиду того, что железная дорога, она модернизируется, она улучшается. Вот если все представляют железную дорогу, как вагоны, которые с большим грохотом проносятся мимо, и обыватель, любой житель нашей республики, который находится вблизи железной дороги, он так ее и воспринимает. Когда мимо проходит состав, гремят вагоны, стучат колеса, но никто не знает о том, что когда ты находишься на путях на самих, то приближающиеся поезда не слышно. Мы сегодня снижаем шумовой эффект. Мы меняем рельсы, ложим 800-метровые рельсы, то есть стыки исключаются. Вагоны идут модернизированные, новые форматы подвесок выпускаются уже мягче. Вот этого звукового сопровождения становится все меньше и меньше. И естественно, что когда человек пытается, невзирая на то, что приближается подвижной состав, не обратить на это никакого внимания, этот риск мы хотели бы минимизировать. А простые правила, которые довести до каждого, который пересекает железнодорожные пути, это если ты идешь в наушниках, сними, послушай, нет ли сигналов, подаваемых машинистам при приближении к пешеходному переходу или к переезду, да или просто вдруг вы оказались близ железной дороги. Обратите внимание, машинисты всегда подают сигнал большую громкость, завидев заблаговременно человека. И у человека есть время покинуть железнодорожные пути. Но капюшоны, наушники, отвлечения на мобильные телефоны, это, конечно, снижает и время реакции, и снижает вообще восприятие внешнего фактора. Какие мероприятия помимо рейдов, помимо бесед с детьми будут проводиться? Мы здесь, наверное, берем модель и работаем совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям. То есть, сколько мы проводим вот эти вот рейды, сколько мы встречаемся на различных уровнях в государственных структурах, в муниципальных образованиях, мы идем плечо в плечо. То есть, мы формируем образ железной дороги, не только положительный, но и заставляющий родителей и детей представлять реальность ситуации. Поэтому мы вот и говорим, что это месячник. А вообще работа ведется целый год. Но я вам расскажу сейчас именно про то, как мы будем вести вот этот месячник к первому сентябрю при урочении. Называется он у нас «Безопасная железная дорога». В первую очередь, конечно, мы отрабатываем со школами, включаем в план работы встречу с коллективом педагогического состава. Это первое. Обеспечиваем школы, учебные заведения методической литературой. За эти годы мы наработали уже лекционный материал, мы наработали, имеем агитационный материал, видеофильмы, мультипликационные фильмы. То есть, для разных возрастных категорий, соответственно, разный подход. Привлекали для этого специально психологов, отрабатывали с ними, чтобы это было наиболее восприимчив ребенок к той или иной информации. Что-то можно, что-то нельзя, чтобы было понятно. Безопасность детей на железной дороге – это же не только внимание детей и родителей, это еще и безопасность качества самих дорог. Как проверяют железные дороги, и есть ли на данный момент в России, в Чувашии такие участки, которые вызывают опасения? – Железная дорога сегодня, она сформирована, чтобы безопасно ее эксплуатировать, чтобы безопасно пользоваться ее услугами. Сегодня нет такой составляющей, где бы мы не предусмотрели то, чтобы обезопасить нашего пассажира, клиента, ну или просто человека вблизи железной дороги. Но это же все надо понимать в рамках людей ответственных. На безответственность очень тяжело нам с вами рассчитывать и предугадать. Такие, как случаи, когда вместо того, чтобы идти по мосту, поднимаются на ферму моста, защищающие от поражения электрическим током. Погиб молодой человек в Канаше трагически. Жаль, когда такое случается, это очень страшно, но факт остается фактом. Специальное ограждение, чтобы человек не поднимался, человек поднялся и погиб. То же самое, значит, при наличии моста, люди вместо того, чтобы идти по мосту, пытаются пролезть и под вагонами и попадают под подвижной состав. Вот таких случаев, конечно, мы не застрахованы. Но есть, наверное, люди, которые контролируют себя за безопасностью. Конечно. У нас есть специальные отделы, которые контролируют соответствие инфраструктуры нормативам и требованиям. И сегодня я ответственно заявляю, что вся инфраструктура у нас соответствует нормативным требованиям. Это у нас ежегодные проверки проводятся. И это все не только нами, железнодорожники, но и различные надзорные ведомства, которые привлекаются к этому во всех республиках, они существуют. Еще вопрос. А если человек в неположенном месте переходит железную дорогу или хулиганит, как-то ведет себя, делает селфи, это же как-то наказуемо или нет? Да. У нас есть два варианта. Первый – это стандартный штраф в размере 100 рублей за пересечение железной дороги в неположенном месте. И вступил в силу в этом году 60-й федеральный закон, в котором говорится о том, что за хулиганство на транспорте возможны штрафные штрафы в размере до 500 тысяч, и в некоторых случаях и до двух лет лишения свободы. То есть здесь уже будет рассматривать, конечно, суд и принимать меры в зависимости от тех хулиганских действий, которые проводятся. Это законом сегодня предусмотрено, и законом это регулируется. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Анангин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова